МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выборы президента, открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Огудневском и детского сада в Гребневском, а также другие яркие события в сфере образования, культуры, спорта. Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Говорим о главном» в студии Олеся Богданова. Сегодня мы подводим итоги марта. Начнем с главного политического события. 18 марта в России прошли выборы президента. В Щелковском районе голосование состоялось при рекордной явке. В 10 поселениях работали 137 участков. Жители приходили голосовать с самого утра и до 8 часов вечера. Порядок на участках поддерживали члены избирательных комиссий и наблюдатели. За ходом голосования следили представители органов власти. Наши съемочные группы в течение дня также посетили несколько участков и узнали у жителей, почему они решили прийти на выборы. Важен голос каждого. 18 марта – главное политическое событие года. Россияне выбирают президента. В Щелковском районе работают 137 участковых избирательных комиссий. Все жители приходят на участки, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Безусловно, это обязанность каждого гражданина определить, с чем он дальше будет в жизни соприкасаться, с кем. От каждого из нас зависит будущее нашей страны. За кого проголосуем, так и жить будем. Были те, кто голосовал впервые, и те, кто вот уже много лет выражает свою гражданскую позицию. Однако все сходились в одном – прийти на выборы. Долг каждого. Сколько лет вам? Мне 103. Мне первый раз, я всегда хожу. Всю жизнь хожу. Хожу, и я привык, меня так и дядя. А потом, знаете, своих хочется повидать. Здравствуйте, вы первый раз на выборы решили? Да. Скажите, почему вы решили прийти? Ну, потому что я считаю, что это обязанность каждого гражданина участвовать в выборе, ведь он будет проживать в этой стране, и ему решать, где жить. По оценке территориальной избирательной комиссии, выборы в нашем районе состоялись при рекордной явке. В голосовании приняли участие более 105 тысяч избирателей, или 63,73%. В целом, результаты голосования за кандидатов у нас схожи с общими по стране. Первое место занял Владимир Путин с результатом 74,06%. На втором – Павел Грудинин – 12,79%. На третьем – Владимир Жириновский – 5,83%. Далее идут Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин. В целом, выборы в Щелковском районе прошли спокойно, без каких-либо серьезных нарушений. Территориальную избирательную комиссию в день выборов не поступило ни одной жалобы. Хотел бы благодарить всех членов участковых избирательных комиссий. Они молодцы. С нагрузкой они справились. Три месяца подготовительная работа и кульминация день голосования. Я очень доволен. Я благодарен всем нашим щелковцам, которые пришли на выборы, отдали свой голос за будущее России. Итак, выбор сделан. Курс развития нашей страны определен. Ну а какие перемены ждут нас в будущем, покажет время. К сожалению, 25 марта 2018 года навсегда останется в памяти, как день, унесший жизни десятков человек, погибших в страшном пожаре в торговом центре в Кемерово. Никакие слова не смогут выразить боль утраты близких людей. Жители разных городов по всей стране просто вышли на улицы, несли цветы и игрушки, к импровизированным мемориалам зажигали свечи. Так поступили и жители Щелково. Акция памяти прошла на площади Ленина. Беда, которая тронула сердце каждого. 25 марта, пожалуй, самый страшный день в истории Кемерово. Пожар, вспыхнувший в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», для многих разделил жизнь на «до» и «после». В страшном огне погибли, по официальным данным, 64 человека. Из них более 40 – это дети. По всей стране прошли памятные акции. В Щелкове вечером 27 марта на площадь Ленина пришли десятки людей. Они несли цветы и игрушки, зажигали свечи. Столько детей погибло. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить подобного нас на территории. Но мы не можем не сопереживать вместе с теми родителями, вместе с теми семьями, которые потеряли родных и близких, и в таком количестве. Жители приходили с детьми, многие целыми семьями. На душе непередаваемая боль и скорбь, на глазах слезы. Понимают, такое могло произойти с каждым. И крепче прижимают к себе своих малышей. У меня двое детей. И это, наверное, трагедия всей страны, на самом деле. Это не только тех родителей. А родители мы все. Все пришли с детьми. У кого-то по одному, у кого-то по два. Но это страшно. Страшно, на самом деле, представить. И пережить. У меня тоже маленький сын. Только буквально недавно были в таком же развлекательном комплексе. И так же прыгали. То есть это может случиться с каждым. Поэтому для всех, конечно, это стала личной трагедией. Хоть мы и далеко находимся, хотелось как-то поддержать близких, которые остались. Личная трагедия, наверное, для каждого из нас. Не только для тех, кто потерял родных, близких своих. Но и в церкви нашего народа. Несмотря на то, что Щелково от Кемерово отделяют тысячи километров для сострадания, расстояние значения не имеет. Тем более, что мир, как говорится, тесен. Я сама чисто огромная кемеровчанка. Поэтому я не могла не прийти сюда и не почтить память своих земляков, своих деток, которых очень много. Это очень больно. Поэтому мы пришли, конечно, отдали сложную память с дочей. У беды нет пола лица или возраста, как и у горя нет границ. Трагедия в Зимней Вишне унесла десятки человеческих жизней. Щелково скорбит вместе с Кемерово. Говоря об этой трагедии, трудно подбирать слова. Хочется верить, что такое не повторится больше никогда. Какой будет набережная вдоль улицы Шмидта? 18 марта щелковцы выбирали и будущее непосредственно нашего района. Необходимо было выбрать один из двух вариантов благоустройства новой зоны отдыха. В голосовании приняли участие тысячи неравнодушных людей. В результате определен дизайн-проект, получивший наибольшую поддержку жителей. Более 50 тысяч жителей Щелковского района проголосовали. И было принято решение, после того, как были подведены итоги, что к реализации у нас будет концепция под номером один. И вот сейчас она благополучно ушла в работу. Более 40 тысяч наших жителей проголосовали за эту концепцию. Благоустройство новой зоны отдыха будет вестись на месте Пионерского парка. Работа затронут территорию от Старого моста до Городского парка культуры и отдыха. Общая площадь составит 3,5 гектара. На реализацию проекта потребуется более 130 миллионов рублей. Средства будут направлены из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Пока определена отправная точка, вариант благоустройства. Он ляжет в основу создания проекта новой зоны отдыха. Сейчас проектные организации занимаются этим проектом. Они сейчас его пускают в работу. Сейчас идет процесс согласования. Это и град архитектура, то есть ряд инстанций должны пройти, для того, чтобы этот проект запустить. Срок у нас стоит этот год на реализацию этого проекта. Также жители могли вносить свои пожелания и предложения по благоустройству набережной. По словам Романа Назарова, вся полученная в ходе голосования информация будет учтена при проектировании, а актуальные предложения найдут свое отражение в проекте. Наши жители вносили изменения, которые они хотели бы увидеть. Они все будут учтены. То есть весь тот материал, который отработали 18 числа, мы передаем архитекторам. Они дорабатывают проект и, соответственно, они его будут и уже в конечном результате нам его показывать. А мы, соответственно, будем показывать нашим жителям, для того, чтобы они видели, какие изменения внесены. Немало заметных событий в марте произошло в сфере образования. В первую очередь, это открытие детского сада в сельском поселении Гребневское. Он стал одним из объектов нового микрорайона на улице Лучистая. Это решило одну из главных проблем жителей Гребнева. Теперь им больше не нужно отвозить детей в соседние населенные пункты, когда в шаговой доступности появилось современное дошкольное учреждение. Сегодня по реку ребят, собрались как на палат. Открывается сегодня светлый новый детский сад. Румянятся щеки у маленьких деток, улыбаются взрослые. Повод самый радостный. В Гребневском теперь есть свой детский сад. Три, четыре. Этот сад сделан с особой любовью. Спасибо строителям, спасибо родителям, спасибо педагогам, спасибо всем, кто приехал сюда, для того, чтобы принести радость детям. Я благодарна тем, что у нас такие ответственные застройщики, которые на детях не экономят, потому что дети – это наше будущее. Мне хочется, чтобы в этом детском саду всегда было тепло, вкусно, уютно, и чтобы здесь всегда звучал детский смех. Для гостей – краткая экскурсия. Убедитесь сами, здесь есть все необходимое для ребят. Просторные группы, современные спортивные и музыкальные залы, даже компьютерный класс. Будет сенсорная комната. Застройщик – компания «Грант». Детский сад построила вместе с новым микрорайоном. Мы взяли на себя обязательно, безвозмездно еще, построить для жителей детский сад. Мы затратили порядка 140 миллионов на строительство этого детского сада. То есть безвозмездно. То есть мы подарили, за свой счет построили детский сад. И его оборудовали полностью под ключ. Кроватки, кухонное оборудование, игрушки, постельное белье. То есть заходи, живи. Четыре группы, 80 ребят. А то уже совсем скоро они переступят порог детского садика. Такого долгожданного для детей и родителей. Очень ждали, потому что уже пора в сад. Но садика не было, теперь открылся. Близко к дому, очень удобный, очень комфортный. Внутри замечательно. Чтобы мы пошли туда и учились там. Новый детский сад в Гребневе решили назвать «Ивушка». И надо сказать, здесь ее ждали долго. Раньше маленьким жителям поселения приходилось ездить в соседние города и поселки. А теперь 80 детей стали счастливее. Они будут посещать детский сад рядом с домом. Также в ближайшее время должно состояться открытие еще одного детского сада в микрорайоне Гагаринский. Объект рассчитан на 140 мест. В саду будут работать две ясельные группы. Учреждение получило разрешение на ввод в эксплуатацию. И скоро откроет свои двери для малышей. Социальная инфраструктура Щелковского района в марте пополнилась еще одним важным объектом. В сельском поселении Угудневска открылся физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для единоборств. Это 3000 квадратных метров пространства для спорта. Универсальный спортивный, фитнес и тренажерный залы. Развитие массового спорта сегодня – приоритетная задача, решение которой позволит заложить основы здорового будущего наших детей. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Селена» распахивает свои двери. Угудневцы задают темпы в спорте. В поселении открылся физкультурно-оздоровительный комплекс – долгожданное событие для юных спортсменов и тех, кто регулярно поддерживает здоровье, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. У этих мальчишек из местной футбольной команды от счастья светятся глаза. Играть в любимую игру они могут теперь в любую погоду. С особым чувством благодарности хочу сказать спасибо вашему главе Николаю Алексеевичу Сорокину за то, что он вместе со строителями, вместе с немнодушными людьми вложил все силы, вложил финансы для того, чтобы построить такой прекрасный проект. Строительство ФОКа велось по госпрограмме «Спорт Подмосковья», муниципальной программе «Спорт в сельском поселении Огудневское» и двум партийным программам «Единой России» «Здоровое будущее» и «Детский спорт». Сегодняшний день для вашего поселения станет знаковой мехой в развитии спорта, в развитии активности населения, в организации активного образа жизни для всех абсолютно возрастов. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Вогуднево» располагает всеми необходимыми атрибутами для занятий спортом. Это и тренажеры, и груши для борьбы, и самый настоящий ринг. Огромное пространство, не считая того большого зала, практически в 700 квадратных метров, рядом, вот за этой стеной. Очень нравится, записался на бокс, хочу добиваться, достигать успехов. Все, ну, открываю для себя новые виды спорта. Я очень рад тому, что в нашем селе появился такой замечательный комплекс. У меня здесь сын, секция боксом занимается, только что выступал. Будут секции для развития спорта, занятия молодежи, и это главное, это хорошо. Дети могут заниматься всеми видами спорта, которыми они хотят, потому что здесь действительно этого не хватало. Спасибо большое. Спасибо большое. Многому благодаря развитой материально-технической базе. В марте юбилей отметил местный физкультурно-спортивный клуб. Медвежье Озерское – самое спортивное поселение не только Щелковского района, Московской области, но и всей страны. И, несомненно, центром этих высоких достижений является физкультурно-спортивный клуб, который в этом году отмечает свое десятилетие. Здесь развиваются десятки различных видов спорта. Секции клуба посещают свыше 700 человек. Медвежье Озерское не зря считается самым спортивным поселением, о чем говорят завоеванные трофеи районных, областных, всероссийских и международных соревнований. А в 2014 году поселение стало победителем Всероссийского фестиваля конкурса на постановку лучшей физкультурно-массовой работы. Так, в день юбилея учреждения, знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта в Щелковском районе, был награжден директор клуба Николай Масальский. Мастер спорта по тяжелой атлетике, человек, имеющий многолетний тренерский опыт работы, и который руководит клубом все эти 10 лет. Ведь дети идут и на спортивные объекты, и к тренеру, потому что какой тренер, так и будут дети ходить. В принципе, что вот 10 лет они быстро прошли, но это не последний, как сказать, срок. Мы будем заниматься, мы будем, очень хотели бы, чтобы у нас спортивные объекты расширялись. На сцене Дома культуры поселения медалями, кубками и подарками по уже сложившейся традиции наградили спортсменов, которые в течение 2017 года завоевывали звания победителей и призеров в десятках соревнований, районного, областного, всероссийского и международного уровней, в различных видах спорта, успешно развивающихся в поселении. Футболу, флорболу, тхаквандо, дзюдо, боксу, тяжелой атлетике и других. Отметили наставников, в числе которых есть улованные спортсмены и заслуженные тренеры, и, конечно, родители. Также медали в честь десятилетия спортивного клуба поселения вручили ветеранам. Руководство поселения, совет депутатов, глава, жители поселения делают все возможное, чтобы развивалась материально-техническая база. И здесь, на самом деле, этому уделяется огромное внимание. И, безусловно, это дает свой результат. И результат в том, что поселение на уровне и Московской области, и Российской Федерации достигает таких результатов. Большое спасибо сказать Масальскому, директору, а самое главное – Канахин, который именно возродил наш стадион, наш спорт поднял не только на районном уровне, но и на уровне международном. Именно создание клуба позволило шагнуть на новый уровень поселению в своих спортивных достижениях. Сегодня спортивная база «Медвежьих озер» дает возможность заниматься спортом всем жителям – от мала до велика, ежедневно, с утра до позднего вечера. Это стадион с футбольным полем и функционирующими круглогодично объектами с искусственным покрытием. Универсальной спортивной площадкой, мини-футбольным полем и беговой дорожкой. Здесь, а также в поселке Новый Городок располагаются две хоккейные коробки. Открыт зал спортивных единоборств. Кроме того, оборудованы всем необходимым тренажерные и спортивные залы. Созданы все условия для тренировок. Более трех тысяч жителей поселения занимаются спортом на базе «Медвежьих озер». Самые активные и спортивные физическая культура для них – это, несомненно, уже стиль жизни. И главное, что останавливаться на достигнутом «Медвежке» не собираются. Одним из самых запоминающихся событий марта стал отчетный концерт Щелковской детской музыкальной школы. Разнообразие жанров, яркие творческие номера и выступления. Талантливые артисты собрали полный зал районного культурного комплекса. В торжественной атмосфере отчетный концерт Щелковской районной детской музыкальной школы открывает хор «Надежда» под управлением почетного работника общего образования Российской Федерации Татьяны Лавровой. Сегодня в зале собрались истинные ценители музыки, что во все времена была и остается одним из самых ярких и многогранных видов искусства. Воспитание в искусстве дает возможность детям развиваться эстетически, культурно. Это сделает наши подрастающие поколения все-таки богаче душевно, нравственно. Отчетный концерт – это добрая традиция. В нем участвуют практически все отделения школы. В программе лучшие номера. На этот раз мероприятие посвятили столетию системы дополнительного образования. Музыкальная школа в Щелковском районе работает вот уже более 70 лет, воспитывая целые поколения в лучших традициях отечественной музыкальной культуры. Сегодня в учреждении обучается свыше 700 юных дарований. В коллективе трудится порядка 80 преподавателей, концертмейстеров, развивая в ребятах музыкальный вкус, при этом сохраняя в каждом ребенке индивидуальность. Здесь созданы 15 творческих коллективов. Учащиеся музыкальной школы являются лауреатами и дипломантами районных, межрегиональных, областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Кроме того, учреждение является организатором форумов различного уровня, от районных до международных. Конечно, разнообразие. Я горжусь, что у нас оркестр русских народных инструментов появился. Ансамбль гитаристов неплохой. Оркестр тембровой гармонии – это вообще уникальное произведение искусства. В области такого не существует. Со сцены звучали произведения великих русских и зарубежных композиторов, музыка советских лет, народные мотивы. Артисты в очередной раз демонстрировали слушателям свои умения, мастерски исполняя сложные музыкальные произведения. Зрительный зал был переполнен особенной атмосферой искусства. И, конечно, за всем этим стоят месяцы работы преподавателей, учащихся и, конечно же, родителей, которые всегда поддерживают в юных даровании все их начинания. Более двух часов артисты радовали зрителей многообразием композиций. Музыка, она настолько многолика, но явно одно – это искусство не может оставить равнодушным. По-настоящему ярким получился финал концерта. Творчество оркестра тембровых гармоник и сводного хора вызвало восторг зрительного зала. Вот такие талантливые дети живут в Щелковском районе. Кто-то для себя выбирает музыку, ну а кому-то ближе разбираться в правилах дорожного движения и призывать других следовать их примеру. Речь идет о юных инспекторах дорожного движения. В марте 45-летие отметило объединение ЮИД. Давайте вспомним, как это было. Они со школьной скамьи изучают правила дорожного движения, основы оказания медицинской помощи, пропагандируют навыки безопасного поведения на дорогах. Несомненно, деятельность отрядов юных инспекторов движения неотъемлемая часть профилактики дорожно-транспортного травматизма. Движению ЮИД исполнилось 45 лет, и за все эти годы оно не утратило своей актуальности. На сегодняшний день участниками проекта в Щелковском районе являются более 3,5 тысяч школьников. Это свыше 100 отрядов из 32 образовательных учреждений. В течение учебного года ребята активно принимают участие в различных мероприятиях, конкурсах, совместных акциях и рейдах с госавтоинспекторами, ведут профилактические беседы со сверстниками. Мы стараемся помогать. Мы, когда видим кого-то, говорим, как надо переходить дорогу и так далее. Учим первоклассников в нашей школе, как правильно знать знаки дорожного движения и переходить дорогу. Хотим, чтобы будущее поколение все же не забывало о правилах поведения на улице. В актовом зале районной администрации состоялось праздничное мероприятие, посвященное 45-летию движения. Нет ничего дороже, чем человеческая жизнь. И когда мы понимаем, что каждый год в дорожном транспортном происшествии погибает 33 тысячи человек, 31-33 тысячи человек – это страшная цифра. Страшно. Поэтому молодцы, что вы надеваете форму, молодцы, что знаете стихи, молодцы, что занимаетесь и изучаете правила дорожного движения с такого молодого возраста. И самим своим примером показывать другим детям, как НАТО выполняет правила дорожного движения. Это очень важно. Юйдуцы за долгие годы принимают почетное место в ряду помощников госинспекции, являясь примером ответственности и целью застреленности для сверстников. За 45 лет в нашей стране ежедневно, кропотливо продвигается движение юных и спецназов дорожного движения. Пусть не каждый день, но с завидной регулярностью мы напоминаем о том, что необходимо сберечь жизнь, в первую очередь, детей на наших дорогах. В торжественной атмосфере наградили представители отрядов ЮИД Челковского района, призеров и победителей районного слета юных инспекторов движения. Ну а продолжилось мероприятие масштабной акции в самом центре города. Отрядом ЮИД страны 45. В Челкове, в центре города, проходит праздничный флешмоб. Здесь, на площади Ленина, собрались более 150 школьников, юных инспекторов движения. Вот так, ярко, в веселой атмосфере районные отряды ЮИД отметили свой праздник. В конце же процессии сотни воздушных шаров устремились прямо в небо, что сделали праздник еще более красочным. Таким был первый месяц календарной весны. Правда, пока зима уходить не торопится. Мы надеемся, что когда будем подводить итоги апреля, на улице установится по-настоящему весенняя погода. И новый месяц принесет нам только хорошие новости. Вы смотрели программу «Говорим о главном». В студии работала Олеся Богданова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова